Коллега, приветствую тебя на очередном уроке в нашем тренинг-центре. Ты уже посмотрел несколько полезных видеоуроков по методикам продвижения презентаций бизнеса и продукции в интернете. Мы для этого использовали социальные сети. Конечно, социальные сети – это наиболее эффективный способ приглашения в интернете. Объясняется это просто. Социальные сети – это бесконечный практически источник контактов, при условии, если ты регулярно занимаешься нетворкингом. Что-то нетворкинг я говорил, и впереди тебя ждет отдельный урок, посвященный этой важной теме. Но если на данный момент своего развития ты не активный пользователь социальных сетей, тебе это сложно, кажется непонятно, кажется просто тратой времени. На социальных сетях свет не сошелся клином. Ты можешь использовать мессенджеры, именно об этом наш сегодняшний урок. И, конечно, ты можешь и должен общаться с людьми вживую и использовать телефон. То есть приглашать голосом. Об этом наши следующие уроки. Уверен, что у тебя на компьютере или на телефоне установлен один или несколько популярных мессенджеров. Это может быть Skype, WhatsApp. Активно развивающийся и мега популярный мессенджер – это Telegram, Viber. Может быть ты пользуешься какими-то другими мессенджерами, используешь социальную сеть Mail.ru. У них свой способ общения. Мессенджеров много. Принципиальных отличий в приглашениях, в мессенджерах и в социальных сетях нет. В мессенджерах ты найдешь все то же самое, что и в социальных сетях. Только может быть с более активным, динамичным откликом. Потому что чаще всего мессенджеры устанавливаются на телефоне, хотя в них можно работать с компьютера. Вот сейчас я показываю именно мессенджеры, которые у меня запущены на компьютере. Ты можешь установить приложение, то есть скачать и установить приложение для мессенджера. Вот у меня через приложение работает Skype, Telegram, Viber. WhatsApp тоже для него есть приложение, но я его открыл в веб-версии. На страничке этого урока ты найдешь официальные сайты, с которых ты можешь скачать либо приложение популярных мессенджеров, либо открыть их в веб-версии. Работать можно как с телефона, так и с компьютера. Так как с компьютера мне удобно набирать, редактировать, выделять и копировать текст, то я это делаю с компьютера. Если ты все это комфортно выполняешь с телефона, операции копирования, набора текста, пожалуйста, работай в мессенджерах с телефона, в социальных сетях с телефона, если тебе это реально удобно. Все примеры в данном тренинге показаны для ПК-версии. Итак, как я уже сказал, в мессенджерах ты найдешь все то же самое, что и в социальных сетях. Это личную переписку, можно выбрать конкретные контакты, отправить человеку сообщение, и можно работать в чатах. Чаты – это аналог групп социальных сетей. В чатах собираются люди, заинтересованные какой-то тематикой, и размещая информацию в чате, ее видят не один, а все участники данного чата. Я сейчас вам показываю наш командный чат. Если ты состоишь в чатах, то все, что тебе нужно сделать для того, чтобы известить людей в чате о предстоящем вебинаре, это из вебинарного плана также скачать текст рекламного поста, подкорректировать его, вставить в него свою ссылку. Я сейчас вам покажу неверно вставляемые ссылки. Вот здесь взял специально, скопировал кусочек текста из рекламы. Посмотрите, написано ссылка на прямой эфир, хотя здесь их как бы несколько, но работающая только одна, вот эта вот ссылка и вставленная верно. Видите, эта ссылка не соединена ни с каким текстом. Вот это уже неверный вариант ссылки, потому что к ней прилепился Vivasan. И если попытаться перейти по этой ссылке, то мы получим однозначно ошибку. Вот я ее скопировал, эту ссылку, и сейчас попытаюсь открыть в отдельном окошке. Однозначно будет ошибка, видите, ничего не найдено, потому что найти по этой ссылке ничего и невозможно. Точно так же, вот про эту ссылку, которая слепилась вообще с текстом, и у этой ссылки нет самого важного, нет вот этого реферального хвоста. То есть эта ссылка ведет просто на сайт 407, а этот сайт, ну, никаким образом не связан с нашим вебинарным сайтом. То есть точно так же и вот здесь. Зачем вставляли столько раз ссылку, но не совсем понимаю. Правильный вариант ссылки, вот я вам показываю в последнем сообщении, это моя ссылка, она сокращенная. Здесь присутствует название нашей компании, Vivasan, а не какое-то непонятное 407, ни о чем не говорящая. Ссылка отделена, видите, пробелами от текста, она не сливается. И если перейти по этой ссылке, мы, естественно, попадем на наш вебинарный сайт. Коллеги, неправильно вставленная ссылка в вашу рекламный пост просто полностью перечеркивает всю вашу работу. То есть люди просто не перейдут на тот сайт, о котором вы так хорошо рассказали. Поэтому после того, как вы разместили рекламный пост хотя бы в одной группе или хотя бы в одном чате, давайте использовать выражение для мессенджеров. Вот я взял наш чат в скайпе. Вот уже размещенный рекламный пост, а появился он здесь точно так же. Я его набрал, скопировал через правую кнопочку и в поле введите ваше сообщение. Просто его вставил и нажал отправить. Но я не буду его повторно отправлять, чтобы не забивать наш чат. После размещения первого рекламного текста в чате проверьте ваши ссылки. Сами на них кликните, нажмите на них. И если будет происходить переход на наш вебинарный сайт, значит ссылка размещена верно. Вот, пожалуйста, я перешел на наш вебинарный сайт. То есть рекламный пост работает абсолютно верно. Для того, чтобы сделать рекламный пост более заметным, прикрепите к нему картинки. То есть любой мессенджер поддерживает прикрепление картинки в отправляемом сообщении. Для этого нужно нажать на значок «Прикрепить», если мы говорим о скайпе, и выбрать эту картинку. Если мы говорим о телеграме, это изображение вот такой скрепочки, которая также вам позволяет выбирать картинку. Если мы говорим о WhatsApp, здесь тоже скрепочка. Вот, и выбираете фото вашего компьютера. В Viber это значок «Плюсик», который позволяет вам выбрать прикрепляемый файл к сообщению. В зависимости от того, какой мессенджер вы используете, для того, чтобы сделать пост более привлекательным, нажимайте на значок, который я вам сейчас показал, оформляйте свой пост красивой картинкой, которую вы сделали сами, либо скачайте ее из картинок, которые вам предлагает уже готовая техподдержка. С чатами такая же ситуация, как с группами в социальных сетях. То есть, если правила чата разрешают размещение информации рекламной, размещайте ее. Если вы состоите в каком-то тематическом чате и размещаете в него нетематическую информацию, это приведет всегда к одному, это приведет к возмущениям людей, которые создали и модерируют этот чат. И ваш пост будет удаляться, и, скорее всего, и вас удалят из этого чата. Но мессенджеры в первую очередь – это личное общение. Для того, чтобы начать общаться с человеком в мессенджере, нужно просто выбрать его из списка контактов и начать писать, либо наговаривать, либо даже звонить этому человеку голосом. То есть, как вы привыкли с этим человеком общаться, вот такой способ общения и выбирайте. Конечно, если с человеком в мессенджере, с контактом в мессенджере вы еще не общались раньше, лучше, конечно, начать не со звонка сразу в лоб, а именно с переписки. Конечно, контакты в мессенджере принципиально отличаются в большинстве своем от друзей в социальных сетях. Если друзей в социальных сетях вы чаще всего не знаете, всех, кто контакты в мессенджерах, они берутся из вашей телефонной книги. Это в большинстве своем люди, которых вы реально знаете, с которыми вы общались, и которых вы целенаправленно добавили свой список контактов. Но и так как этих людей вы все-таки в большинстве своем знаете, некоторые начинают с ними общаться по простой схеме, идут по простому пути, который я показывал на примере неверной работы многих сетевиков. То есть, людям сразу начинают делать какие-то коммерческие предложения. В мессенджерах это еще может прокатить, потому что это люди, которые вас хорошо знают. Но даже с друзьями я бы не начинал общение с отправки вашей ссылки на наш сайт вебинаров. В любом случае, я бы задал активирующий вопрос. Интересно, если отправлю, пойдешь? И только тем, кто скажет, да, пойду, я бы отправлял эту ссылку. Потому что с друзьями надо дружить, а не иметь их. Поэтому, коллеги, мессенджеры – это очень хороший способ привлечения клиентов нашей презентации. Пожалуйста, его используйте. Конечно, список контактов в мессенджере ограничен. И пополнять его сложнее, чем добавлять друзей в социальных сетях. Довольно быстро при регулярной работе вы можете этот список контактов обработать. Повторные приглашения, как я уже говорил, особенно людей, которые не ответили согласием на них, но делать не стоит. То есть, если человек сказал, что ему это неинтересно, навязывание – это уже яркий пример спам-политики, и она всегда наказуема. То есть, вы можете просто потерять этих людей, и они перестанут с вами общаться. Итак, коллеги, используйте мессенджеры как хороший источник привлечения, и причем быстрого привлечения людей на наши презентации. Все необходимые ссылки для того, чтобы установить мессенджеры на компьютеры, вы найдете на страничке этого урока. Но, пожалуйста, помните, что для большинства мессенджеров – это WhatsApp, Telegram, Viber – порядок установки следующий. Вначале вы этот мессенджер установили себе на телефон, а только потом устанавливаете его на компьютер. То есть, компьютерная версия будет связана с вашей мобильной версией, и все, что вы пишете на компьютере, будет отображаться на телефоне, и наоборот. То есть, компьютерная версия, она привязана к мобильной, и установить ее вначале не получается, только после установки мобильной версии. Благодарю вас, возникнут вопросы, обращайтесь в техподдержку.